Фасадная плитка Фасадная плитка это современный, надежный и долговечный материал. Для того, чтобы он служил долго, как и другие фасадные материалы, он требует соблюдения правил монтажа. В этом ролике мы разберем основные ошибки при монтаже фасадной плитки Хауберг. Расскажем, к чему они могут привести и самое главное, что делать, чтобы их не допустить. Ошибки чаще всего касаются устройства деревянного основания, устройства вентиляции, отсутствие разметки основания, отсутствие стартовой полосы, неправильный выбранный крепеж, неправильное место установки крепежа и отсутствие спекания лепестков. Начнем с деревянного основания. В качестве него выступают листы ОСП-3 или фанера ФСФ. Ошибкой здесь может быть отсутствие разбежки швов и отсутствие зазоров между плитами. Это может привести к тому, что впоследствии фасад будет менее жесткий и на нем будут образовываться волны. При устройстве деревянного основания нельзя забывать про вентиляцию. Для правильной ее работы необходимо наличие продухов сверху и снизу фасада, а также непрерывный вентканал. При отсутствии вентиляции возможно появление проблем с основанием. К ним относятся подвижки, основания которые могут привести к образованию волн и даже к растресканию фасада. Монтаж фасадной плитки начинается с разметки основания. Если ее не сделать, есть риск, что фасадная плитка будет прибита неровно. Это не повлияет на долговечность, но внешний вид фасада будет испорчен. Шаг вертикальных линий должен соответствовать ширине фасадной плитки, а шаг горизонтальных наносится примерно через каждые 5 рядов, это 65 см. Без стартовой полосы влага будет попадать на основание между лепестками. Со временем основание будет гнить и разрушаться. Также это будет визуально выглядеть некрасиво. Ошибки с крепежом наиболее заметны и могут значительно сказаться на долговечности фасада. Крепеж должен подбираться именно для того основания, на которое монтируется фасадная плитка. Подробнее о выборе оснований можете посмотреть в нашем ролике. Если крепеж подобран неправильно, то фасадная плитка будет держаться ненадежно, а срок службы самого крепежа может оказаться значительно меньше срока службы фасадной плитки. Запрещается использовать саморезы с потайной головкой и скобы. Не менее важно место установки крепежа. Если он будет установлен слишком высоко, то не будет фиксировать ниже лежащий ряд плитки. Если установить крепеж в клеевые полосы, то лепестки не приклеятся к клеевым полосам, так как крепеж будет препятствовать их контакту. В результате некоторые лепестки будут сходить и портить внешний вид фасада. Также крепеж не должен устанавливаться над центром лепестков. В этом случае на гвозди будет попадать влага, они будут ржаветь, а на фасаде образовываются подтеки. В процессе монтажа фасадной плитки необходимо обеспечить склейку лепестков. В теплую солнечную погоду достаточно просто прижать лепесток рукой. Если погода холодная, необходимо воспользоваться строительным феном. Обращаем внимание, что прогревать нужно именно клеевые полосы. Направлять фен на лепестки запрещается. Перегрев лепестков чреват вздутием вяжущим. Еще один способ приклейки лепестков – это мастика-фиксер в картриджах. Она наносится на клеевые полосы. Чрезмерное нанесение мастики может привести к подтекам на фасаде. От ошибок не застрахован никто. Однако, чтобы избежать большинства из них, достаточно соблюдать правила монтажа. Они отображены в инструкции, которая доступна на сайте. Редактор субтитров А.Семкин